Я всех приветствую на своем канале Infamity Infam и с вами Лена. Сегодня мне бы хотелось взять с собой вас на прогулку, сделать некий влог. Я знаю, что еще в очень давних видео вы меня спрашивали насчет продуктов, покупок. И как-то я это видео не делала, но сегодня будет интересная тема, потому что я вас возьму с собой за покупками в итальянский супермаркет. Это отдельный магазин, где закупаются обычно рестораны и итальянцы, потому что там продается настоящая итальянская еда. То есть не то, что сделано для продажи в Германию, а то, что обычно продается в самой Италии и импортировано в Германию. Почему я это подчеркнула? Потому что вкус совершенно другой. Например, томатную пасту, вернее не томатную пасту, а сами томаты, банки, которые вы покупали, покупаете в обыкновенном супермаркете, которые вы покупаете в этом итальянском супермаркете. Это просто небо и земля. Цена не отличается, а вот качество отличается в сто раз. И не только у этих продуктов, а также сыры и много-много другое. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Давайте я вам покажу, в общем-то, Сан-Франкфурт. Здесь, кстати, улица музеев. Лебедь Хаус. Вот это самое. В общем-то, показываю вам. Здесь у нас, что интересно, на одной улице находятся практически все музеи. То есть каждое здание одно за другим. Это музеи. Вот это вот музей изобразительных искусств. Мы там подавчера были. Скоро будет выставка ноль. Ну и, конечно же, куда ж наш город без небоскребов. Это вот там речка Майн и небоскребы сзади. Делаю вам такую мини-экскурсию. Здесь район, кстати, называется Заксенхаузен. Это самый старый район Франкфурта. И сейчас мы приближаемся. Что у нас там будет? Музей коммуникации. Вот здесь сейчас я. Вот этот вот, который сейчас придет. Вот это вот музей коммуникации. Тоже интересно там с детьми пойти. Бывают, кстати, выставки о моде. Потом идет у нас музей архитектуры. Вот это вот белое здание. Это музей архитектуры и музей кино. В музей кино тоже мы часто туда любим ходить. Вообще-то, потому что там интересные фильмы. Не последние, а вот то, что вошло в историю кино. То, что... В общем-то, да, кстати, забыла вот еще здесь музей. Музей тоже очень его люблю. У них была просто потрясающая выставка полгода назад Корея. И что у нас тут дальше? Ну, в общем-то, по-моему, музей практически мы все прошли. Дальше еще будет музей икон. И очень-очень знаменито. Вы видите там костел главный города. И во время войны это практически одно из единственных зданий, которое осталось целым. И это, конечно, одна из главных достопримечательностей города. Приближусь, и это строится новый банк, европейский банк. Сейчас который стоит, это он в центре города. А потом они вот будут вот там, в общем-то, там где... Кстати, недалеко от моей работы. Сейчас мы его увидим. Вот, здание высокое. Сейчас я приближусь, чтобы вам было виднее. Вот он строится. Видите, практически достроили его. Но вот, скоро они туда переедут. Пока что, там где евросимвол, там пока что и банк стоит. Что у нас? Вот там еще музей икон. Видите, вот это вот здание. Сейчас я приближусь. Это музей икон. Там еще вот вдалеке, не знаю, если я вам смогу показать, музей литературы беленький. Видите, он очень красивый. Вот только через камеру плохо видно. Недалеко. И здесь улица рекламных агентств. Здесь одно рекламное агентство и с другого. Поэтому я с одной работой перешла на другую. И совсем рядом работаю с прошлой работой. Могу время от времени со своими бывшими коллегами, в общем-то, на обед сходить, встретиться. И здесь, что еще здесь? Очень много магазинов машин. Здесь всякие сосиски традиционные. В общем-то, вот такое. Вот все. Отели. Вот, кстати, здесь Ауди. Дом Ауди. Также здесь дом Мерседес. В общем-то, всех марок машин все здесь находится на этой улице. В общем-то, мы приехали. Сейчас я приближусь. Видите, здесь итальянский флаг. Метто. Пампорт ГМБХ. Здесь обычно вы увидите, так как огромный склад. И здесь закупаются итальянские рестораны. Продолжение следует... Ну что же, вы увидели несколько отрезков из нашего влога, из этого супермаркета Хотя ходили мы в два супермаркета Но вот я по кусочку собрала И также вокруг меня сейчас находится огромное количество продуктов, которые я купила И мне бы хотелось вам их показать Ну особенно мои любимые, которые я каждый раз из одной покупки в другой покупаю Первым делом и в первом магазине, где продавались также свежие продукты, свежая рыба Мы купили креветки Я увидела артишоки, не могла просто удержаться их не купить Я обожаю артишоки, обычно покупаю в банке А в этот раз увидела свежие по неплохой цене Поэтому, конечно же, я сразу купила И вас ждет также отдельно рецепт, как я готовлю артишоки Ну а теперь мы перейдем к пасте Я просто обожаю всевозможные макароны И покупаю мы их очень часто только в итальянском магазине Потому что там качество намного лучше И огромный просто выбор огромный Ну я, наверное, начну с вот этих вот спагетти Которые, наверное, метр длиной Они очень длинные И черные Это спагетти с чернилами каракатицы Первый раз я их купила в Венеции, когда мы с мужем были И с тех пор, когда я нашла этот магазин Я теперь их каждый раз там покупаю Я смешиваю белые спагетти с черными И получается просто, во-первых, это красиво Во-вторых, это очень вкусно Сразу, наверное, вам покажу мою любимую пасту Мои любимые макарошки Это такие вот милые бантики На мой взгляд, просто очаровательные девчачьи Такие вот цвета Так что вот такие вот форфорели Очень-очень милые Немного в той же гамме Это будут вот такие портетти То есть ушки Как видите, у них очень Такие вот маленькие ушки В общем-то, такая форма ушек Я всегда обращаю внимание, когда я покупаю разноцветную пасту Чтобы там были не какие-нибудь там красители А на натуральных продуктах То есть красные это обычно помидоры Зеленые это базилик Или что-нибудь в этом роде И если еще есть красные То зачастую это еще и красный перец Например, мы очень любим вот такие вот спагетти Они острые, потому что это с красным перцем Поэтому они красные То есть это помидоры с красным перцем И тоже вот очень-очень вкусные Еще одна из нашей самой любимой пасты Это вот такая вот Какие-то красные и коричневые Красные это тоже вот помидоры и перец чили А вот такие вот коричневые Это с какао Не удивляйтесь, да Сначала вроде бы так странно Почему макароны с какао Но они просто действительно очень вкусные Вот это вот соединение Не могу сказать, они не сладкие Но вот этот вот какао Вы знаете, что какао обычно он такой горьковатый И имеет такой своеобразный вкус И, кстати, в макаронах это просто, ну, изумительно Потому что вы соединяете вот что-то вот как какао Которое все-таки, ну, что-то вот такое присладковатое Что-то на есть, но отдаленное И потом острый соус и сами острые макарошки Вот эта вот смесь острого и какао Оно безумно вкусное Мы покупаем не первый раз Каждый раз мы, когда попадаем в этот магазин Каждый раз мы покупаем эту пасту Поэтому, если вдруг вы увидите что-то подобное То очень вам советую попробовать Такие-то два вида пасты Как видите, желтая это с лимоном Оранжевая с апельсином И это просто необыкновенно вкусно Сочетание с креветками Когда я готовлю креветки То вот обязательно какие-то вот такие вот Апельсин или лимон Потому что трест цитрусовый И креветки это удивительное сочетание Ну и скажу, что когда-нибудь вас ждет уже Какой-нибудь такой рецептик, который я вам покажу Так что с вот этой вот пасты Ну без артишоков не обойтись Я это каждый раз еще покупаю в банках Так у меня всегда баночка дома есть И когда охота могу открыть Купили мы их просто очень много И как я говорила, что мы покупали все-таки все впрок Еще купили оливковое масло К сожалению, я его не принесла Поэтому уже его не покажу Ну и сами томаты в банках Мы накупили их, наверное, штук 20 как минимум Так впрок И я очень много готовлю С вот такими вот томатами Это полезно Они имеют антираковое вещество Поэтому томатный соус очень полезен И его часто надо употреблять в пите Что в принципе мы дома и делаем Так что и вам советую Полезная вещь Ну и без сладкого никак Мы купили наши любимые печенушки Они также есть, видите, здесь начинка из кофе Есть начинка также ванильная Есть, по-моему, даже с фруктами Ну вот, мы обычно покупаем с кофе Большое вам спасибо за внимание Надеюсь, что видео вам понравилось Если да, то ставьте пальчики вверх Кто еще не подписан Обязательно подписывайтесь И я говорю вам до следующей встречи в новых видео Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok